Дом образцового содержания Это такая хорошая советская традиция И на федеральном уровне ее решили возродить как раз по инициативе ЖКХ контроль Мы обратились в фонд, мы обратились в министерство строительства ЖКХ С предложением все-таки отметить труд тех, кто реально заботится о своих домах Делает их лучше, потому что, к сожалению, вот очень часто у нас про ЖКХ вспоминают именно тогда Когда что-то не в порядке, когда существуют какие-то проблемы Ну, СМИ у нас тоже любят писать о том, что где-то что-то не в порядке Но между тем у нас все больше появляется домов, которые жители сами своими руками приводят в хорошее состояние Управляются нормально И, конечно, такие примеры тоже надо показывать Потому что, действительно, я очень много езжу по регионам И зачастую, знаете, разница на уровне одного дома В одном подъезде кодовый замок стоит Цветы, ковровые дорожки, чисто, аккуратно Другой подъезд, раздолбанный дверью, с выбитыми лампочками, с украденными батареями Это ведь не враги какие-то приходят и портят Это сами собственники, те, кто проживает в этом доме В конце концов, приводят свой дом либо в хорошее состояние, либо в такое Дом образцового содержания, знак качества ЖКХ, они были учреждены 3 года назад Табличка, соответственно, для домов, знак качества ЖКХ для тех, благодаря кому дом находится в образцовом состоянии И вручаются эти награды по представлению высшего должностного лица, субъекта Существует комиссия специальная, в которую входят представители фонда, представители Минстроя Они, соответственно, рассматривают заявки Здесь очень важно, кроме того, что дом сам по себе находится действительно в таком красивом состоянии Очень важны энергоэффективные мероприятия, которые в доме проходят Когда собственники предпринимают усилия, чтобы уменьшить потребление тепловой энергии Свет, ну это приборы учета, как правило, с погодным регулированием, какие-то датчики тепла Но это такой основополагающий фактор Передовой ТСЖ поздравили гости министра ЖКХ края, депутат Краевой думы и глава города-курорта Для меня это, на самом деле, большая гордость И я очень рад, что у нас живут неравнодушные, активные люди, граждане Которые отдают свое личное время благоустройству того места, где живут И сегодня у нас есть замечательный пример, к которому, наверное, стоит стремиться Не только горожанам нашим, но и, наверное, другим жителям нашего славного края Что самое главное стоит за этим знаком, знак качества Не просто семиграммовый золотой слиток А стоит огромная, огромная, плодотворная, ежедневная работа И взаимодействие между жителями дома, Советом дома и руководителем ТСЖ Управляющей организацией Виктором Владимировичем Вот это сегодня образец для того, как нам нужно работать И как нам нужно решать все проблемы жилищно-коммунального хозяйства При такой работе сегодня мы точно не увидим проблемных строчки Платежки проблемных цифр, непонятных цифр Сегодня мы при такой работе точно уменьшим количество домов Которые переходят в разряд аварийных для переселения Либо для реконструкции Сегодня мы точно увидим, как нужно управлять многоквартирными домами И к чему нам нужно стремиться с вами во всем нашем крае Председатель ТСЖ Виктор говорит, что награды в товариществе не ждали Просто работали, как считали нужным А в итоге получили и пользу, и почет Вот мы добились до того, что каждый собственник получает качественные услуги Даже, скажем так, одно из видов коммунальных услуг Которые самые дорогие на сегодняшний момент является центральное отопление И правильно распределить центральное отопление всем собственникам Чтобы было и комфортно, тепло в квартирах И при этом экономили денежные средства Вот прошлый отопительный сезон показал, что Собственники сэкономили более 640 тысяч рублей только на отопление А это деньги, которые остались у собственников в семье Не отданы каким-то куда-либо Мы многое сделали для того, чтобы содержание инженерных сетей В исправном состоянии, чтобы у собственников было всегда все комфортно Главный общественный контролер России Кстати, одна из инициаторов вручения такой награды в нашей стране лучшим жилищным активистам После церемонии рассказал о том, как работает сейчас система общественного контроля в сфере ЖКХ И какие перед ней стоят задачи Сеть общественного контроля в сфере ЖКХ создана на основании 600-го указа президента Который он подписал в 2012 году Наша организация, национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ Занимается организацией и развитием этой сети По поручению правительства Российской Федерации Значит, сеть у нас создавалась на основании тех общественных организаций Которые уже работали в регионах, оказывали помощь гражданам В сфере защиты прав потребителей жилищно-коммунальных услуг Занимались жилищным просвещением И вот на базе таких организаций у нас в каждом субъекте создан центр общественного контроля в сфере ЖКХ С одной стороны, это такая площадка, на которой, как мы надеемся, должны объединяться Общественные организации, профессиональные организации Для того, чтобы сообща пытаться оказывать помощь органам власти в решении проблем ЖКХ С другой стороны, центры у нас, конечно, это такой ресурсный центр для граждан Потому что правозащитная функция у них основная Это обязательно общественная приемная, это обязательно выезды на жалобы Это помощь гражданам в решении их вопросов Но иногда задают вопрос, зачем это нужно, зачем нужны эти общественные приемные Потому что у нас есть и министерство, и мэрия, и ГЖИ, и масса других организаций Но, как показывает практика, всего этого все равно не хватает Огромное количество граждан обращается У нас в приемной по всей стране в квартал обращается где-то 8-10 тысяч людей И, как бы, практика показывает, конечно, что, с одной стороны, людям просто не хватает информации Половина обращений, они снимаются уже Не надо в дальнейшем писать какие-то письма в контрольные, в надзорные органы Надо людям просто объяснить, как действовать И, конечно, важнейшей задачей центров является жилищное просвещение Потому что правовая безграмотность в этой сфере – это у нас одна из существенных проблем Также наши центры ведут постоянный мониторинг ситуации в сфере ЖКХ Кстати говоря, на основании тех обращений, которые мы собираем по всей стране Мы ежеквартально выдаем такой рейтинг проблем в сфере ЖКХ И это такой очень важный сигнал для наших органов власти Потому что они видят, какие тенденции существуют Какие проблемы выходят на первый план И вот, ну, как раз, например, можно взять тот капремон, который в последнее время довольно много обсуждает И он был, ну, так, на слуху в связи с избирательной компанией особенно Но при этом мы вот видим, что у нас тема капремонта постепенно из обращения уходит То есть уже граждане не задают вопрос, зачем это нужно, почему я должен платить Вопросы становятся такие более практические В любом случае это такой инструмент, который хорошо ситуацию на рынке позволяет измерять Ну, кроме того, у нас общественники активно участвуют в совершенствовании законодательства Мы федерального и регионального, мы в обязательном порядке Направляем все проекты нормативно-правовых актов им для обсуждения И, конечно, вот то, что на местах иногда лучше видно Как могут работать предложенные на федеральном и региональном уровне нормы И это факт Ну, кроме того, мы и сами действительно уже там целый ряд законодательных инициатив И сформулировали, будем формулировать для Госдумы, для Совета Федерации Мы с ними действительно активно достаточно работаем По информированию граждан у нас также осуществляется активно через СМИ И в этом плане и региональные центры активно работают со средствами массовой информации И у нас существует партнерский проект с общественным телевидением на федеральном уровне Ну, достаточно как бы такая большая работа по стране идет Фактически 84 региона у нас сейчас созданы центры общественного контроля Что касается Ставропольского края У нас действительно вот Седых Алла Владимировна не так давно возглавила региональный центр Но мне кажется, что она достаточно активно начала работать По крайней мере, мы видим, что создается сеть представителей по муниципальным образованиям Это одна из них важнейших задач Они осуществляют постоянный мониторинг региональных программ капитального ремонта Программ переселения, ну, как бы каких-то вот сезонных изменений Скажем, начало отопительного периода, повышение платежей Наш субъект общественного контроля Это некоммерческие организации, центры общественного контроля У нас есть 200-й федеральный закон, еще поправки в жилищный кодекс Там появилась глава новая, которая теперь называется Государственный надзор, муниципальный контроль и общественный жилищный контроль То есть вот понятие общественного жилищного контроля, оно появилось Но после того, как оно появилось в законодательстве Должно было появиться постановление правительства Которое регламентировало бы выполнение этого общественного контроля Постановление это мы с Минстроем обсуждали, по-моему, года три назад Хотя вот у нас две недели назад в Новосибирске было Всероссийское совещание И там руководитель департамента ЖКХ Оксана Николаевна Демченко Она сказала о том, что все-таки постановление готово Оно уже находится сейчас на рассмотрении в правительстве И мы надеемся, что в ближайшее время все-таки это постановление выйдет Что придаст нашим общественникам, ну, какую-то там законную основу для работы Но я хотела просто еще обратить внимание на то, что, конечно, в данном случае Очень важную роль играет именно региональное законодательство У нас есть масса регионов, где деятельность общественников Она специальными законами регламентируется Есть регионы, где приняты постановления на уровне правительства Или какие-то регламенты взаимодействия, скажем, государственных органов надзором Муниципальных, общественных И, конечно, в этом плане, ну, как бы, региональное законодательство Нужно также продвигать и развивать И также очень важны соглашения, какие-то центры общественного контроля С теми партнерами, которые здесь, вот, на этом поле работают ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok